В четвертом выпуске шоу Мастер-Шеф Битва Сезонов проект покинула Настя Кабаляцкая. Она является рекордсменом Мастер-Шефа, поскольку участвовала в проекте три раза. Я никогда не думала, что буду стоять плечом к плечу с Белодедом, который меня учил, и сражаться с Павой, за которого болела. Также Настя рассказала, что на Битве Сезонов ее могло и не быть. В тот период, когда ее пригласили участвовать, кондитеры из цеха уволились, а она только запустила производство. Поэтому не могла подставить своих руководителей. И в тот момент она стояла на раздорожье. С одной стороны, 10 минут как все ушли, а с другой у нее появился шанс развиваться. Но она быстро взяла себя в руки, нашла и обучила людей, а также перешла на дистанционное управление и параллельно принимала участие в проекте. Также Настя рассказала, что приняла решение на Битве Черных не слушать балкон. Она считала, что уж лучше она вылетит сама по своим знаниям и будет понимать, что чего-то она не знает. Чем она всех послушает и проскользнет за счет других. По ее мнению, все было честно. А победить не получилось, потому что конкурсы были не ее формата. География, история и логика – это не совсем предметы моего формата. Рассказала Настя. В географии я хороша, когда путешествую. Тогда я запоминаю и даты, и флаги. Но когда я просто читаю книгу, то, как обычно говорят, вижу фигу и не понимаю, для чего мне это нужно. Из-за этого я поняла, что все пролет. Как только начала открывать пятую коробку. А еще после ухода Насти, многие зрители писали, что должна была уйти Наташа. Настя считает так же. Наташу могли смело выгнать. Потому что она как минимум прислушивалась к советам участников. Но с другой стороны, ей тоже можно задать этот вопрос. Почему не откликнулась на помощь Павы, Белодеда и Саши? Решила проиграть по-честному. А еще Настя рассказала, что ей было бы обидно, если бы она вылетела из-за кондитерки. Потому что тогда бы она понимала, что нужно еще что-то подучить. Но она вылетела из-за незнания вещей, которые по факту прямо не влияют на ее кулинарные способности. Ну а что касается личной жизни, то Настя рассказала, что она не замужем и не состоит в отношениях. Она поняла, что всему свое время. И не зацикливается на этом вопросе. Учусь, развиваюсь, знакомлюсь с противоположным полом. Но не ставлю себе за мужество, как самоцель. Поэтому если получится раньше 25-27, как я это себе в голове нарисовала, то здорово. Но если позже, то пусть будет так. Рассказала Настя. А у меня на этом все. Услышимся.